...опасно для детских зубов. Представляем новый Орбит для детей. Он восстанавливает кислотно-щелочной баланс и предотвращает кариес. Он такой вкусный! Пойду ещё достану. Попробуй пирожное. Нет, от него образуется кислота. Я же не могу потечь зубы прямо сейчас. Ну, это не проблема. Новый Орбит для детей. Великолепный вкус и защита от кариеса. Признан Международной Федерацией стоматологов. Продается частный дом в 11-м районе. Куплю двух- или трёхкомнатную квартиру в центре города Домодедов. Девушка, 26 лет свыше в техническом образовании, ищет работу в городе Домодедово. Семья из трёх человек снимет одну- или двухкомнатную квартиру на 3-м городе Домодедово. Согласен на любую работу. 14 декабря. Выборы в московскую областную кулу. Сергей Груздин. Ветер перемен. Груздин. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! В студии Андрей Норкин. Вы смотрите информационную программу телекомпании НТВ в начале выпуска о главных событиях к этому часу. Сегодня в Новокузнецке начинаются похороны горняков, погибших в результате взрыва на шахте Зыряновской. На сегодняшний день из-под завалов извлечены тела 66 человек. Поиск последнего, 67-го погибшего шахтера продолжается. Президент Ельцин завершает программу пребывания в Швеции. На сегодня запланирована его встреча с представителями деловых кругов и посещение могилы Улафа Пальме. Ельцин намерен посетить могилу Пальме, несмотря на угрозы в свой адрес, поступившие в одну из шведских газет. В Новокузнецке сегодня начинается церемония прощания с шахтерами, погибшими в результате взрыва на шахте Зыряновской. В Кемеровской области объявлен траур. Хранить погибших будут в течение трех дней. Сегодня земле будут преданы тела пятерых шахтеров. Всего жертвами трагедии стали 67 человек. Самому молодому из погибших шахтеров было 22 года, самому старшему 67 лет. Между тем, сегодня ночью были продолжены поиски тела последнего, 67-го погибшего горняка Анатолия Брилева. Спасателям уже известно, где находится его тело, однако из-за завалов приблизиться к этому месту пока не удается. Процесс восстановления жизнедеятельности шахты потребует 24 миллиарда рублей. Договоренность об этом уже достигнута непосредственно с премьер-министром России Виктором Черномырдином. Накануне председатель российского правительства заявил, что бюджетная задолженность по зарплате перед кузбасскими шахтерами должна быть погашена в ближайшее время. Кроме того, семьи погибших горняков, согласно решению правительства, получат в качестве материальной помощи от 70 до 90 миллионов рублей каждая. Виктор Черномырдин поручил вице-премьеру Олегу Сысуеву и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву лично контролировать использование средств, направляемых в Кузбасс. Сегодня же Виктор Черномырдин, как ожидается, проведет очередное заседание правительства Российской Федерации. Членам Кабинета Министров предстоит рассмотреть проект федеральной целевой программы по усилению борьбы с преступностью. С осложнениями криминального характера неожиданно столкнулся в ходе своего визита в Швецию президент России Борис Ельцин. Минувший вторник в редакцию газеты «Автонбладет» поступило анонимное письмо, автор которого угрожал российскому президенту, требуя, чтобы Ельцин не приезжал на могилу Улафа Пальме. Пока полиция не установила автора анонимки, но Борис Ельцин не собирается вносить изменения в программу своего визита. Сегодня он должен также встретиться со шведскими бизнесменами, посетить город Гетеборг, после чего намерен вылететь в Москву. Сегодня рано утром запланирована встреча президента России с представителями шведских жиловых кругов. Кстати, в первый день пребывания в Стролевстве Борис Ельцин заметил, что не удовлетворен уровнем двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Надо полагать, что после нынешнего визита ситуация выправится. Тем более, что накануне удалось подписать и протокол о намерениях построить трубопровод, по которому российский газ пойдет через Среднюю Швецию. Но это дело будущего. А сегодня государственный визит Бориса Ельцина завершается. Последним пунктом весьма насыщенной программы станет возложение венка к могиле бывшего премьер-министра шведы Улафа Пальме. Он был убит 10 лет назад в самом центре Стокгольма, когда вместе с женой возвращался из Калипиада. Кто стоял за этим покушением, так и остается загадкой. Дмитрий Покоржельский, НТВ, Стокгольм. Во время своего визита в Стокгольм Борис Ельцин сделал сенсационное заявление о сокращении на треть ядерных стратегических боеголовок и на 40% численности войск на северо-западе Российской Федерации. Естественно, в европейских странах, в первую очередь в странах Скандинавии и Балтии, эти инициативы России были приняты с горячим воодушевлением. Но, как оказывается, в России некоторые политические деятели не разделяют этих восторгов. Только что нам стало известно, что Александр Лебедь срочно прервал свою поездку по Красноярскому краю и решил срочно вылететь в Москву. Перед отъездом из Красноярска он выступил с крайне резким заявлением в адрес президента России, а именно по поводу выступления Ельцина в столице Швеции. Никаких подробностей пока не сообщается. Я думаю, когда Лебедь прибудет в Москву, он сам об этом расскажет. Теперь еще об одной церемонии, которая напрямую связана с президентом России. Россия передала в дар ООН скульптуру Эрнста Неизвестного «Большой кентавр». Она установлена в Женеве в парке Ариана, который окружает Дворец нации в европейской штаб-квартире ООН. На церемонии передачи скульптуры было зачитано послание президента России Бориса Ельцина, в котором отмечено, что этот дар послужит наглядным подтверждением постоянного внимания России к деятельности ООН. Ну а по словам Неизвестного, его произведение отображает двойственность мира. Одна ее часть является реальность, а другая – призрачную иллюзию. Уже в ближайшее время Борис Ельцин проведет телефонный разговор с президентом Чечни Асланом Масхановым. Их беседа должна внести ясность в вопросы, касающиеся предстоящей поездки Ельцина в Чечню. По словам секретаря Совета Безопасности России Ивана Рыбкина, вернувшегося сегодня рано утром в Москву после встречи с чеченскими руководителями, после разговора Ельцина с Масхановым контуры предстоящей поездки президента России станут более очертаемы. В Грозном Ивану Рыбкину также удалось договориться о том, что отныне российские и чеченские официальные лица будут контактировать между собой значительно чаще. Мы проговорили, конечно, о возможности встречи министров, вице-премьеров, генерального прокурора, директора федеральной пограничной службы с президентом Чеченской республики Ишкерия Асланом Масхановым. И здесь мы тоже договорились. Чеченскую тему продолжит репортаж из клинического госпиталя внутренних войск. Здесь проходит лечение военнослужащей, получившие ранения на территории Чечни уже после официально объявленного завершения боевых действий. И эти солдаты считают, что война в Чечне продолжается. Сегодня в главном клиническом госпитале внутренних войск 24 солдата и офицера, искалеченных на Чеченской войне. После госпиталя их ждет инвалидность и безразличие чиновников. Больше года прошло после окончания этой войны, но тем, кто на ней пострадал, государство в лучшем случае может предложить только бесплатные костыли или протезы. Пока Россия воевала с Чечней, об этих людях еще как-то заботились. Сегодня о так называемых восстановителях конституционного порядка предпочитают не вспоминать. Им привозят подарки только по круглым датам. Да и то не от государственных, а то общественных структур. Однако сценарий гуманитарной акции пришлось ломать на ходу. Спуститься за подарками в актовый зал госпиталя смогли не все. Организаторы рассчитывали, что многие раненые уже на стадии выписки. Но большинство из них приковано к больничным койкам. Пакеты с одеждой и продуктами решили разносить по палатам. Один из таких подарков получил рядовой Петрищев, бронетранспортер которого месяц назад был подбит под Хасавьуртом. Перед тем, как нас подорвали, у нас один был убитый, шесть человек взяли в плен. Мне кажется, эта война не закончилась, она продолжается. Многие, кто лежит в этом госпитале, считают точно так же. Солдаты, подорвавшиеся на минах, получившие пулевые ранения, поступают сюда до сих пор. По закону, они не считаются участниками боевых действий, потому что война уже закончилась. Евгений Кириченко, Алексей Передельский, телекомпания НТВ. В Японском море, в 35 милях от острова Хоккайдо, потерпел катастрофа российский малый рыболовный траулер «Диснай». Это произошло во время сильного шторма, когда в трюме корабля открылась течь. Экипаж «Дисная» был вынужден перебраться на другое судно. В настоящий момент корабль находится в дрейфе, в полузатопленном состоянии. Предпринимавшиеся попытки спасти судно пока не дали положительного результата. Корпус траулера сильно обледенел, к тому же в море по-прежнему штормовая погода. Во Владивостоке начались работы по очистке водохранилища, снабжающего водой областной центр. Сейчас воду в квартиры Владивостока подают лишь на несколько часов, но специалисты считают, что начавшаяся уникальная операция должна в корне изменить ситуацию. Система водоснабжения Владивостока уникальна. Таких сооружений больше нет нигде в мире. Поэтому и планы спасения города от безводья тоже необычные. На помощь горожанам пришли специально обученные водолазы МЧС. На еще не окрепший лед водохранилища ступили так называемые тяжелые водолазы. Вес снаряжения одного специалиста 130 килограммов. Задача спасательной команды – очистить от грязных наносов окна нижнего водозабора, нужды в которых в обычные, незасушливые годы нет. Однако этой зимой главный источник питьевой воды Владивостока и окрестных районов по прогнозам будет осушен более чем на три четверти. Иначе до сезона дождей, как заявили специалисты, не продержаться. Спасатели обосновались у плотины, судя по всему, надолго. Морозы, промозглый ветер и необычная форма водозабора делают их работу сложной и опасной. Всю эту опасную работу можно было сделать и до холодов, однако власти Приморья всерьез не воспринимали предупреждения о водном кризисе. Теперь от него страдает каждый житель, но даже водолазы ситуацию не спасут. Они лишь помогут населению жить в условиях режимной подачи воды. Самое печальное в этой истории то, что возможности существующих водохранилищ в Приморье были исчерпаны 10 лет назад. О подготовке новых источников никто до сих пор не подумал. Илья Зимин, Александр Фёдоров, Алексей Фатеев, НТВ, Владивосток. Город Нижний Тагил в ближайшее время может остаться без экстренной медицинской помощи. Местные врачи решили объявить голодовку, требуя выплатить задолженность по заработной плате. Сейчас отказываются принимать пищу уже 52 медика. И с каждым днём по вызовам выезжает всё меньше бригад скорой помощи. Последствия этой акции могут оказаться самыми тяжёлыми, поскольку забастовка врачей совпала с эпидемией гриппа. Как известно, приход зимы на всём пространстве бывшего Советского Союза оборачивается настоящим стихийным бедствием. Не являются исключением и улицы украинских городов. Только в столице Украины в течение одного дня травмы получили более 500 человек. Все они стали жертвами гололедицы. Медики советуют, если кто с похмелья, то лучше никуда не ходить. 200 пешеходов в Харькове, несколько десятков в Ровно и Ивано-Франковске. Это лишь отдельные факты и статистики скорой помощи после вчерашнего гололёда. Только в столице Украины поскользнулись более 500 человек. Некоторые попали в больницу в тяжёлом состоянии. Был, пожалуй, курьёзный случай, когда товарищ, скажем так, или с похмелья, или ещё пьяный с утра пошёл гастроном за добавкой по скользкому льду. Ноги у него на ступеньках уехали вперёд. Но он плашмя ударился затылком, получил серьёзную черепно-мозговую травму. Среди потерпевших в Киеве более семи десятков собственников автомашин. Сотрудники госавтоинспекции патрулируют улицу в усиленном режиме. Руководство коммунальных служб утверждает, что уже с пяти утра на улицах трудились две сотни рабочих, разбрасывающих песок. Однако большинство пешеходов смогло убедиться в том, что песком посыпали только центральные улицы. Учитывая то, что синоптики прогнозируют гололёд и на ближайшие дни, в условиях практического бездействия коммунальных служб, жизненная активность в Украине рискует опуститься до нулевой отметки. Людмила Абертинская, телекомпания «Новомова Киев», специально для НТВ. И всё-таки приход зимы ассоциируется в первую очередь не с падениями и ушибами, а с наступающими праздниками. Причём многие начинают готовиться к ним заблаговременно. Лучшие художники и дизайнеры Белого дома ещё в июне приступили к изготовлению украшений для президентской рождественской ёлки. Она только что установлена в резиденции американского президента Билла Клинтона. Работу оформителей лесной красавицы по традиции принимала нынешняя хозяйка Белого дома Хиллари Клинтон. В прошлом году ёлка была украшена по мотивам любимого балета Читы Клинтонов «Щелкунчик» на музыку Чайковского. Ну а в нынешнее Рождество на этой ёлке будут красоваться игрушки и сказки о ледовом дворце Санта-Клауса. В завершении выпуска ещё раз напомню о главных событиях к этому часу. Сегодня в Новокузнецке начинаются похороны горняков, погибших в результате взрыва на шахте Зыряновская. На сегодняшний день из-под завалов извлечены тела 66 человек. Поиск последнего, 67-го погибшего шахтёра, продолжается. Президент Ельцин завершает программу пребывания в Швеции. На сегодня запланированы его встречи с представителями деловых кругов и посещение могилы Улафа Пальме. Ельцин намерен посетить могилу Пальме, несмотря на угрозы в свой адрес, поступившие в одну из шведских. Газет. Закончен утренний информационный блок на канале НТВ. Развитие событий вы узнаете из дневных выпусков программы «Сегодня». Ближайший из них выйдет в эфир ровно в полдень по московскому времени. Его проведёт Григорий Кричевский. Я благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Откройте для себя мою любимую жевательную резинку «Орбит Винтерфреш». С уникальным вкусом зимней свежести. Ваше дыхание становится по-зимнему свежим. А каждый раз после еды она нейтрализует действие кислоты, вызывающей кариес. «Орбит Винтерфреш».